Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Однажды большой писатель и общественный деятель Виктор Мари Гюго пришел к однозначному выводу, что животные – творение Бога, а вот скотство – типично человеческая черта. Я воздержусь от эпитетов еще более точно характеризующих двух молодых людей, которые на Медне ославились не только на всю Тверскую область, но и на всю страну. И о тех двоих, которые на днях уложили собаку на железнодорожные рельсы под Крупским мостом в Твери и, включив видеозапись на своих мобильниках, стали ждать, когда по ней проедет поезд. И он проехал. Я и большое количество других неравнодушных людей, как только узнали об этом, сразу начали активно взаимодействовать с правоохранительными органами. Я не буду рассказывать детали, но скажу, что в промежуточном итоге транспортные полицейские привлекли к ответственности тех, кто положил под поезд животное. Было также установлено, что двое парней 18 и 15 лет пришли на отрезок пути в районе поселка Большие Перемерки. По их версии, они нашли на месте уже мертвую собаку, которую ранее якобы сбил поезд. Ну а дальше началось что-то совсем уж нездоровое, девиантное. Они положили ее на рельсы, дождались несущегося состава и сняли на видео, как стальная махина на скорости пронеслась по собаке. За кадром в это время слышался смех и матершина злоумышленников. Потом они пошли смаковать всю эту жуть и снимать все крупными планами. В этой истории пока ясно не все. Сколько точно было участников, было ли это с планированной акцией, живую ли собаку клали на рельсе, а если нет, то кто и как ее умертвил. Есть еще ряд нюансов, о которых я скажу позже, но совершенно ясно одно. Все то, что было заснято на видео и разлосано через мессенджеры, это чудовищно. Вы знаете, эта история больше даже не про несчастные погибшие животные, а про людей, если их уместно так назвать в этом контексте, про наших великовозрастных ребятишек. Про тех, кто живет в одном с нами обществе, ходит в одни школы и техникумы с нашими детьми, к одним и тем же педагогам, с измальства читает книжки про Муму, Белого Бима, смотрит фильм Хатико. Вот только что у них в итоге с головой? Складывается впечатление, что все они из какого-то ужасного, перевернутого параллельного мира. Мира извергов и моральных уродов, мира, где нет таких общечеловеческих понятий, как сострадание, сочувствие, совесть, добро и зло. Зато есть хайп, оголтелый, циничный, дикий и отвратительный. Возникает вопрос, мы точно не прохлопали воспитание части нашего общества, тех, с кем мы связываем наши надежды, тех, кому мы со временем доверим будущее родной страны? Страшно подумать, что эти детки уже, как говорится, без пяти минут сами родители, и вскоре они будут воспитывать и учить чему-то своих чат. Вы знаете, во всей этой дикой истории есть один точно положительный, обнадеживающий момент. Это резкая, нетерпимая реакция нашего общества. Причем практически всего общества. Я очень люблю животных, но среди моих знакомых немало тех, кто к ним равнодушен или боится, например, собак. Это их право. Но даже они искренне и глубоко возмутились этим трэшем. Потому что я уже сказал, что это все даже не про животных в большей степени. Это про нас с вами. Такое точно нельзя оставлять без внимания, без реальной и действенной реакции. Конечно, понятно, что нужно выяснить все детали, мотивы, поинтересоваться, так сказать, анамнезом великовозрастных детишек, чем они еще занимались в этой жизни. Но то, что с психикой там явные проблемы, это стопроцентный факт. И наказание по-любому они заслуживают. Оно должно быть максимально наглядным и убедительным. Это должно быть уроком тем самым неопределившимся или попутавшим берега добра и зла. А то в нашем богоспасаемом крае то и дело что-то такое происходит. То двое юных выродков кота топят под объективом видеокамеры и считают, что это очень достойный и нужный лайфхак по избавлению от надоевшей животины. То же живодеры-отравители город очищают якобы от тех, кого мы называем братьями нашими меньшими. То вот ради хайпа на рельсы животных положили. И не ужаснули содеянному. Они разучились ужасаться. Они отупели от потоков подобной дряни в интернетах. Для них это небольшое занимательное приключение в череде скучных будней. И раз от раза это становится им привычнее. Это окно Авертона. Окно в полное ниспадение. В лютую безнравственность, бездуховность, осатанелость. Ну и теперь о том, что светит нашим героям. Их вычислили, поймали. Судя по разбитой физиономии одного из них, сначала, видимо, поймали не полицейские. Хотя, может быть, он и врет. Может быть, сам заклеил себе лицо пластырем, чтобы понизить градус возмущения со стороны праведно закипающей тверской общественности. Вроде как в соцсети кто-то от его имени написал извинения. Тем временем им предъявили обвинение. Одно по части 5 статьи 11.1 Кодекса об административных пронарушениях. Проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. И по части 1 этой же статьи. Оставление на железнодорожных путях предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов. Старший 18-летний юноша отправился под административный арест сроком на 10 суток. У младшего 15-летнего парня накажут штрафом родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ну как, вы удовлетворены? Все получили по заслугам? Вот и я думаю, что нет. Ну что это такое? Одни, понимаете ли, прошли по путям в неустановленном месте, а растерженное животное – это всего лишь оставленный предмет. То есть в следующий раз, а люди с подобными задатками зачастую, как известно, отправляются на следующий заход. Так вот в следующий раз они потащат жертву строго по пешеходному переходу и помоют после этого руки. И все? И взятки гладки, что ли? Я не знаю, как это объяснить. То ли несовершенство законодательства, то ли ригидность какой-то части нашей правоохранительной системы, то ли еще что-то, но только так быть не должно, если мы не хотим рецидивов. Вы знаете, в большинстве стран очень жестко карают живодеров, заносят их в реестр особо опасных преступников, понимая глубинную суть этого явления и таящиеся в нем угрозы. Мы же помним, с чего начинал печально знаменитый Керченский стрелок, например. Да? Если бы им повнимательнее заинтересовались тогда, когда он расправлялся с соседскими кошками, то и страшной трагедии, наверное, не случилось бы. И, к слову, эксперты Федерального бюро расследований и Скотланд-Ярда относят насилие над животными к одному из пяти ключевых индикаторов вероятности совершения преступления в будущем. Их исследования подтвердили, что 86% подростков, которые совершают тяжкие преступления, ранее проявляли жестокость к животным. Хочется надеяться, что осознание этого приходит и у нас. Во всяком случае, как стало известно, прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокурору Московского района Твери провести проверку по факту жестокого обращения с животными. И вот это уже, как говорится, ближе к делу. Примерно за пять лет за жестокое обращение с животными российский суд назначил наказание почти 600 гражданам. Последние годы фиксируется рекордное количество возбужденных дел по этой статье. Но даже такое количество, конечно, ничтожно мало для нашей страны. Мы будем следить за развитием событий и ждать исчерпывающих полноценных мер наказания со стороны правоохранительных органов в отношении виновников этого резонансного чрезвычайного происшествия. А пока хороших вам новостей. Это была колонка главного редактора с Дмитрием Нечаевым. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok